Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Начался июль, и по счастью, вместе с экватором лета оживают, наконец-то, целые отрасли нашей экономики, в том числе и такие важные отрасли для Тверской области, как отели и рестораны. Да, область у нас туристическая, а, соответственно, туриста надо накормить, и туристу надо спать уложить где-то. Эти отрасли сильно пострадали, потому что, сами понимаете, простой колоссальный, если как там еще кто-то выкручивался. Ну, рестораны еще как-то выкручивались, и то далеко не все, торгуя на вынос. Ну, извините, гостиница, она такая отрасль, кровать на вынос не поставишь. Под дождиком туриста не уложишь, поэтому пострадали сильно. И об этом мы сегодня поговорим, о том, как пережили этот кризис, вот, при этой отрасли, как они сейчас выходят, и вообще какие перспективы на это лето. Все-таки еще две трети лета впереди, будем надеяться, что и две трети будет лета. Поэтому хочу представить гостей нашей студии. Это Дарья Иванова, основательница крупной сети ресторанов, которую вы прекрасно знаете. В нашем городе у них Фортуна, друзья и так далее. Добрый день. Добрый день. Это Ирина Шевеметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. Добрый день. И наш тоже постоянный гость, эксперт Владислав Шорьков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Добрый день. А вы можете нам задавать свои вопросы по телефону 3190, если вы нас смотрите, слушаете. 3190. Может быть, кто-то из вас как раз представитель гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса. Может быть, вы работаете официантом, барменом и так далее. Просто вы, посетитель, ждете и не дождетесь, когда, наконец, наши отели откроются. Вы сможете поехать на то же самое Селигер, отдохнуть. Поэтому звоните, спрашивайте. Ирина Шевеметкер, например, вам точно сможет напрямую все сказать. 3190. Ну что, господа, вот скажите мне всем вопрос, ну, в первую очередь, конечно, кто отели, рестораны. Вообще, когда все начиналось, когда Путин объявил о том, что карантин, ну, и, конечно же, я знаю, захлопали в ладоши, нанятые работники, ура, это же отпуск. Но все-таки, те, кто непосредственно рулит, что называется, вот что вы думали в этот момент, на сколько долго затянется? Конечно, я начну. Ну, извините. Конечно, был шок у всех предпринимателей, потому что такого разворота событий никто не ожидал. И те проблемы, с которыми столкнулся бизнес, опыта прохождения таких проблем, его просто физически не было. Поэтому самой главной проблемой, я считаю, у нас на начальном этапе, это было отсутствие информации, отсутствие коммуникации. Вообще, что происходит, люди от того, что не понимают, где вообще находится, где начало, где конец, от кого ждать достоверной информации, куча фейков в соцсетях. То есть, вот эта вот растерянность, она порождала основное беспокойство, не только среди собственников бизнеса, но и среди персонала. И, конечно, вот это вот нагнетание катастрофичности вот этой ситуации, оно вот сыграло именно такую роль. И я, как депутат ЗАГС Собрания, как президент Ассоциации, ну, сделала группу в мессенджерах с рестораторами Минтуризма, организовала работу со всеми гостиничными объектами, с туроператорами, с музейными объектами. То есть, вот когда вот этот информационный контакт наладился, уже предприниматели начали, конечно, понимать, куда, что идет, в каком пространстве они находятся, какие меры поддержки начинают вводиться. Вот, безусловно, там и меры поддержки все стали просить, но все прекрасно. Ну, это отдельная тема. Говорю, Дарья, а вы, вот, когда вы поняли из слов нашего гаранта Конституции, как мы теперь все знаем, вот, что вам придется ваши объекты закрыть? Наверное, такого не ожидал никто. То есть, Путин опять всех удивил? Мы удивились, мы удивились, но искренне рассчитывали на то, что это не продлится несколько месяцев. Мы все-таки надеялись, что к концу апреля нам удастся открыться. Ну, и, по сути, наверное, мы так и сделали. То есть, мы вышли на режим доставки. Отдохнули, так скажем, несколько недель. Интересно, да, когда вам, вот, что вам, прям тут же, так, мы на доставку. Или вы думали, сидели дома на диване, день-другой, что-то делали. Что объявили сотрудникам? Потому что эти рестораны, это же не просто, ну, склад, к примеру, столов. Действительно, можно повесить замок и уйти. У вас-то продукты? У нас продукты. У нас продукты, и мы, когда объявили только, что мы не работаем неделю, мы, собственно говоря, только на неделю и планировали, что мы... Продукты куда-то там же не только... Продукты, дальше началось списание продуктов, совершенно верно. Прямо так на улицу или сотрудникам? Сотрудникам отдавали. По-разному было. Что-то пришлось писать, скоропортящиеся, потому что оно испортилось. Что-то отдали сотрудникам. Вот, но когда уже было объявлено, что мы не работаем до конца апреля... Пощадок не ждите. Да, тут, конечно, так скажем, затянули ремни и стали думать, что делать дальше. Но, опять-таки, совершенно верно, у нас не было никакой информации, как долго это продлится. Но потихоньку начали искать путевыходы из кризиса. И доставка, я думаю, да, она нас спасла. Владислав, а вы вот что тогда, опять-таки, подумали? Ведь вы работаете с многими-многими предпринимателями, у которых раз самый разный бизнес, торгово-промышленная палата, это не только производственники. Какие у вас тогда мысли родились после слов президента, что сейчас мы отдохнем? И стал ли у вас накаляться ваш телефонный аппарат? Владислав, помоги, что делать? Видите как, вначале-то, как уже коллеги сказали, первая фраза, это была неделя. Да. А дальше мы попали в ситуацию, когда плановости нет. Это, раз уж про туризм говорим, не совсем хорошая аналогия с самолетом, который откладывают все время на два часа. И вы вроде как бы и в аэропорту должны остаться, а вдруг улетит. А с другой стороны, хотелось бы поехать куда-то или домой, или в гостиницу, но как же вы уедете, потому что через два часа опять что-то скажут. Через два часа объявляют следующие два часа. Но укор это федеральная власть или нет, вопрос сложный. Предполагаю, хотели бы они или могли бы они просчитать заранее, они бы, наверное, сказали. Но не получалось. У нас, как вы помните, система торгово-промышленных палат, она фиксирует ситуацию с форс-мажором. И, конечно, на нас обрушилась масса информации по всем этим случаям. И опять та же самая ситуация, когда одно дело было заявлено, что, ну да, лидер одной очень крупной политической структуры сказал, я лично считаю, что это форс-мажор. Но он почему-то дальше не пошел. И депутатам от этой крупной организации не рекомендовал принять эту вещь окончательно в законодательном виде. Соответственно, получилось, что с одной стороны люди уверены, что это вроде как бы чрезвычайная какая-то ситуация. С другой стороны, она достаточно законодательно не отфиксирована. И вот это противоречие добавило непонимание в дальнейшие действия. То есть действуем как, действуем что, как выкручиваемся. Тем более это в основном касается, когда юридические лица. А вот как коллеги выкручивались, мне самому иногда интересно услышать, если кто-то у вас заказывал, ну, например, свадьбу или день рождения. Ну, теоретически свадьбу еще можно перенести. А вот день рождения-то куда? И вот этот банкет заказан, да, ресторан к нему готовился. И тут ему говорят, ну, вот нельзя. Вот как вы в данном случае обходились? На самом деле возвращали авансы. Что делать-то? Никак иначе. Если это было уже, вот опять-таки, чуть позже в мае, организовывали доставку. Такое тоже бывало. Люди праздновали день рождения дома. Организовывали, конечно, пожалуйста, блюда на вынос. Но гости-то ходят в ресторан не только для того, чтобы поесть. Это в первую очередь атмосфера. Поэтому я считаю, что наши гости очень сильно пострадали. Мало того, что мы пострадали, они, конечно, были лишены очень долго этого общения, этой атмосферы. И мы сейчас очень благодарны нашим гостям, что они возвращаются и говорят нам спасибо. Как рады, что вы открылись, а мы рады их видеть. У нас сейчас, извините, я вас перебью, чтобы не пострадали рекламодатели. Мы тоже сейчас для них откроем рекламное окно. Три минуты, буквально не переключаясь, дорогие телезрители, мы обсуждаем выход из кризиса ресторанов и отелей. Телефон 3190. Звоните. А пока реклама, три минуты. Итак, мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, как пережил этот кризис, вызванный коронавирусом, наш гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, как выходит из этого карантина, что ждет. Вы звоните нам телефон 3190, если вы представляете этот бизнес. Или просто, если вы посетитель. Как вы пережили эти два месяца, три, точнее, безлюбимого ресторана. Ну что ж, господа, скажите, мы помним, да, все плохо, казалось бы. Но потом президент начал продолжать свое обращение к народу. И вот говорит, что, а мы кредиты будем сейчас давать. Кредиты, кредиты. Вот, Дарья, скажите, вот, когда вы услышали эти волшебные слова про кредиты? Вам-то нужно платить зарплату, правильно, вашим сотрудникам? Какие у вас были мысли? Мысли были, ну, наконец-то. Кредиты, на самом деле, получить было достаточно легко. Проблем не возникло практически. Нет, совершенно не возникло проблем. Какие-то были технические нюансы. Но это решалось очень быстро. Вот, поэтому, на самом деле, благодарны. Потому что это было достаточно серьезным подспорьем. И на выплаты заработной платы. И сейчас на перезапуск деятельности, на какие-то текущие мероприятия. Вот, мы кредиты получили. Мы их активно уже используем. Ирина, а вот тоже, насколько у тебя ситуация, ну, ты все-таки в курсе. Отельером как, насколько им было так же, как Дарья, легко получить кредит? Ну, в принципе, те люди отдавали себе отчет, что кредит нужно отдавать. Поэтому не все, все, кто уже не мог терпеть, они шли за кредитами. А те, кто мог потерпеть, конечно, они воздерживались. И вот выплаты зарплат работникам, вот это, конечно, самая такая весомая часть государственной поддержки, которую все ощутили. И благодаря этому многие, на самом деле, вот сохранили рабочие места, смогли выжить. Конечно, этого никогда не будет достаточно. Но, тем не менее, эта мера сработала максимально эффективно, вот в моем понимании, судя по откликам предпринимателей. Владислав, а что говорили члены торгов промышленной палаты? Все ли тоже так вот быстро и оперативно выдали? Ну, ситуация, она не сразу превратилась в такую, скажем, позитивную. Да, безусловно, от момента провозглашения до момента, когда уже прошли разные этапы. Но у нас, видите, как система торгово-промышленной палаты, она фактически с каждым общероссийским крупным банком провела онлайн-конференцию по всей стране. И мы в постоянном режиме собирали те жалобы и предложения, которые есть на работу банков. И если, ну, не будем, мы с вами прекрасно знаем, лукавить, да, что все-таки наши региональные подразделения банков, они не совсем самостоятельные. У них есть те ограничения, которые спускают сверху. И вот если они сами не могли что-то решить, то имелась возможность непосредственно через наше федеральное подразделение, торгово-промышленную палату Российской Федерации, обратиться к руководству федеральному этих банков и там решить. Да, вначале это буксовало, но потом наладилось и дело пошло. Дальше оно, наверное, ограничивалось или там более бурно развивалось за счет того фактора, сколько именно финансовых средств было выделено федеральным правительством на ту или иную программу. Вспомним этапы, да, по которым развивалась помощь со стороны федерального правительства. И вот это, пожалуй, единственный ограничитель. То, что достаточно или недостаточно, оно правильно было сказано, никогда недостаточно. Всегда денег не хватает. Но это тот минимум, на который шло государство, именно для того, чтобы желающие удержаться на плаву, имели шанс на плаву удержаться. Другое дело, что возникали также вопросы по списку пострадавших отраслей, не пострадавших отраслей. Хотя это немножко такой, конечно, ну, наверное, двоякий смысл имеет, какая отрасль не пострадала, вы мне скажите, да, в этих условиях. Чиновники. Им как платили зарплату, ведь так это не все хорошо. Это не совсем отрасль, да. Хотя неизвестно, что будет после того. Я, например, знаю некоторые подразделения на федеральном уровне, которые уже пострадали за то, как они работали в это время. И мы видим там обновления людей. Ну, какие новые будут, я не знаю, но обновления есть. Вот. Вот эти пострадавшие и не пострадавшие, а также совпадение федеральных, региональных списков, оно не всегда происходило. Ну, естественно, потому что все-таки большие полномочия были на областной уровень переданы со стороны федеральной власти. Поэтому вот этот вот комплекс, он не сформировал какую-то единую картину. Это и невозможно. Она мозаичная. Мы с вами, в том числе в ваших передачах, поднимали эти проблемы, с которыми предприниматели сталкивались при получении первых займов и кредитов. Многие рассуждали именно то, как было сказано, что все-таки это надо возвращать раз. Во-вторых, не забываем там налогообложение сразу тут же, да, за счет этого же кредита. То есть налогообложение еще и кредитуемое, но и под процент. Но это каждый считал экономику со своей точки зрения и мог соглашаться или не соглашаться. Что касается других мер, ну раз уж мы про общепит, скажем так, извините за такое объединяющее слово. Общепит, общественное питание. Вот это торговля на вынос, ну по нашим данным, она тем, кто ей занялся, позволяла дать оборот, наверное, на 30-40% от нормального. Это вот в пределах не больше, я так думаю. То есть дальше многое зависело от конкретного лица. Вот если его эти 30-40% минимума на вынос, если это экономически выгодно, да, это еще не факт, вот, плюс вот эти поддержки со стороны государства, то можно остаться на плаву. А если нет, помните девушку, которая выступала на встрече с президентом, это сеть Андерсон, да, вот буквально днями читаю, что теперь она долю уже продала кому-то там из олигархов, да. Ну, продала бы она ее в хороших условиях, наверное, нет. Следовательно, вот этот процесс перераспределения собственности в этом бизнесе, ухода одних, прихода других, ну не стопроцентная в каком-то куске, он будет продолжаться сейчас после возобновления работы. Это последствия коронавирусного кризиса. Дарья, а вот вам что это дало, переход на торговлю на вынос, то есть, попросту говоря, раньше вы, условно говоря, 10 блюд продавали в день, а тут сколько в день у вас удалось заказов? Увеличилась. Даже увеличилась? Доставка увеличилась, но я совершенно с вами согласна. То есть, вы стали больше продавать? На вынос, да. На вынос, да. Нет, я имею в виду от того, нет, я к тому, что раньше у вас в день, условно говоря, 10 бюстерсов заказывали раньше. Теперь 15-20, если мы так будем говорить. То есть, у вас увеличилась? Увеличилась объем доставки именно. Нет, вообще заказы, вот ваш повар раньше в день, 10 бюстерсов, нет, 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 конечно. Вот вы сказали, процентов 30 от того, что раньше, а вот у вас где-то сколько? Я, наверное, не буду прям какими-то конкретными процентами, но соглашусь с тем, что рестораны в целом, процент доставки у них не сильно большой. Поэтому работа на вынос, она единственное, что она смогла удержать нас на плаву. Мы просто удержались, да, она стала подспорьем. Мы смогли сохранить коллектив. Естественно, пошло перераспределение, сотрудники зала были переключены на прием заказов на доставку, но мы смогли хотя бы удержаться на плаву. Нам есть с чем было открыть рестораны, когда нам разрешили открыться. То есть это подтверждает тоже, по сути, ваш тезис про то, что сейчас тоже, кстати, многие говорят, что вот эта ситуация вся перевернует весь мир, и доставка, она начнет, что называется, превалировать. А вот вы сказали, что в ресторан, называющиеся именами, люди приходят, ну, не в первую очередь поесть. Пообщаться. Да, пообщаться, и поэтому вот эти, как Владислав сказал, 30%, потому что людям не главное поесть, они просто, может быть, не стали у вас заказывать, потому что для них важны интерьеры вашего ресторана. Прийти в это место, свой, может быть, любимый столик, может быть, там музыка любимая и так далее, и тому подобное. А поесть уже как бы вторично. Так и есть. Роман, это, как помните раньше, там, кино убьет театр, да, потом интернет или видео домашнее убьет кино, да, такая же ситуация и здесь. У каждого сегмента свое место под солнцем. На вынос это просто пропитание, а поход в ресторан это, ну, какое-то маленькое событие. Время-препровождение. Время-препровождение. Это отдых. Совершенно верно. Поесть, наверное, фастфуд бегут. Вот там действительно просто поесть, хотя тоже по-разному. А мне кажется, все-таки в ресторан это люди не тушат, но бить желудок и все. Совершенно верно. Поэтому мы не сможем перейти полностью на доставку. Это всегда, да и не хочется на самом деле. Мы не за тем достроим рестораны, чтобы на вынос готовить только. Дарья, а вот тоже еще одна такая проблема, насколько я знаю, столкнулись рестораны. Это не только ведь нужно куда-то продукты деть, что-то нельзя деть, попросту говоря, все равно, ваше извинение, электричество-то кушали все это время. Как решали вопрос с энергетиками? Потому что ресторан не работает, электричество потребляет. Ресторан не работает, электричество потребляет. Вводили режим экономии. То есть, во-первых, ограничивали просто территорию, так скажем, приготовления еды. Работает кухня. Нет, 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 кухня-то работает, а в зале свет выключен. Режим экономии, естественно, отказывались от услуг, которые в настоящее время, допустим, нам не нужны. К примеру, бесплатный Wi-Fi, интернет в зале. А так, в принципе, у нас никаких задолженностей нет перед всеми коммунальщиками. Как оплачивали, так и оплачивали. Ирина, что это, Лера? Я могу прокомментировать эту ситуацию. Конечно же, как только ситуация появилась, что пошел карантин, закрылись предприятия, активизировались наши ресурсоснабжающие предприятия. В силу того, что понимали, что у бизнеса деньги заканчиваются, и надо быстрее их напрять, чтобы они быстрее заплатили. Авансы вперед, и началась вот эта система. Давайте аванс, мы вас придем, мы отключим. Было очень много обращений со стороны предпринимателей. Мы подключились с Антоном Стамплевским, с прокуратурой. Вот эти вещи все как бы минимизировать. Конечно же, предприниматели какую-то часть равно платили. Но вот как только... И в принципе отключения не было. Приезжали отключать, но не получалось отключать. Договаривались? Договаривались. Или вставали к груди у щитка? Договаривались. В общем-то, нашли понимание. Я так думаю, и правительство Тверской области тоже свою роль в этом сыграло в переговорном процессе. То есть таких вот обострений ситуации я не наблюдала, во всяком случае. Много обращений было, но потом как-то все вот сходило на нету, регулировалось. Небольшую отсрочку люди передышку получали и работали дальше. Конечно, как только ограничения были сняты и объекты запустились, сразу как бы счета пошли. Но, в общем-то, раз объект работает и в принципе начали работать с открытием достаточно успешно летней площадки сразу, в общем-то, наполнились гостями. Потом и рестораны, когда открылись тоже, все почувствовали это в финансовом плане. То есть, в принципе, предприниматели понимают, что долги-то они все равно накапливаются, просто отсрочка-то она не дает прощения долгов. Поэтому начали платить, и сейчас, в принципе, ситуация вот такая уже входит в какой-то регулярный режим, на который хочется надеяться. Люди приходили, да, из разных отраслей по форс-мажору, и вы видите эти обстоятельства сразу. Ну, энергетики – это не единственное взаимоотношение между собственниками и арендатором и помещением – это еще одна сложная вещь. Все-таки, как бы там события не развивались, охранять эту территорию надо. Опять, простой вопрос – товар или имущество, например, ресторатора на этой территории хранится и так далее и тому подобное. Но вот позитивный случай – это когда договаривались сами, и в основном, то есть, арендополучатель, он оплачивал вот эти вот текущие расходы, да, которые неизбежно делил вместе с собственником. Плохо было, когда уже собственник, конечно, не обращал внимания совершенно, нам все равно, что у вас там происходит, а вы платите. Вот это конфликтные ситуации, безусловно. Много таких случаев было? Достаточно. Добрались другом, платите и все. Да, достаточно. В том числе и среди тех, кто занимается питанием в одном достаточно у нас известном торговом центре, там серьезные конфликтные ситуации были. У них тоже мы делали им эти заключения, но как раз вот с точки зрения именно данного объекта общепита, там по части обстоятельств форс-мажор можно было признать. Просто это достаточно тонкая юридическая работа, потому как мы не имеем права трактовки, да, мы смотрим только на закон. И вот здесь вот для того, чтобы решить этот вопрос, нужно смотреть документы каждого конкретного юридического лица. Ну, но ничего. Кстати, я в общем-то хотел бы сказать, что из предпринимателей никто ведь не говорил, мы вообще ничего не будем платить, вы нам вот там чего-то должны и так далее. Все были готовы, в том числе и эти платежи просто перенести на тот момент, когда деятельность возобновится, и их как-то раскидав по какому-то графику, потом гасить. Поэтому думать, что сидят какие-то нахлебники, там, и обрадовавшись этой ситуацией решили все... Праздник непослушания. Нет, вот этот эффект, он, кстати, среди предпринимателей почти отсутствовал вообще. Среди людей, работающих по найму, первая неделя она вызвала определенный энтузиазм. Итак, здравствуй, Новый-Новый год, да, то есть, сейчас мы за зарплату посидим недельку дома и так далее. Сидим, на пикнички сходим, помните, как потеплело? На пикнички в парк. А вот потом, это был жестокий урок для людей, когда они вдруг поняли, что деньги-то, в общем-то, дома заканчиваются, а работы-то как бы и нет. И что? Паника. И вот, ну, это, наверное, один из социальных уроков выстраивания взаимоотношений, выгодных и той, и другой стороне, между работодателем и наемным работником. Дарья, а вас как-то эта история с арендой коснулась, или у вас чисто ваши все помещения? Ну, вот, к счастью, у нас все помещения наши, поэтому проблемы такие нас не коснулись. Но я знаю, что, да, трудности были у коллег, но все решаемо. Все решаемо. Ну, хорошо. По счастью, все подходит к концу. Объявили о том, что можно, вот, опять-таки, Ирина, насколько, в каком состоянии вообще вот наш отельный бизнес, нашего Тверского региона, который у нас туристический, в каком состоянии подошли вот к этим дням долгожданным, когда вы сказали, что можно возобновлять работу? Вообще, напряженность уже, как бы, такая, достаточно серьезная была к тому моменту. И благодаря усилиям нашего правительства, в общем-то, меры по снятию ограничений были приняты в самом, в одном из самых быстрых порядков, там, по сравнению с другими регионами. Поэтому здесь, как бы, огромная благодарность и нашему губернатору, что он так, в общем-то, позицию бизнеса и выслушал, и понял. Ну, понимал, где правило, как у регион. Да, максимально в короткие сроки, то есть можно было это сделать, там, после выходных, там, или еще что-то, там, рестораны открыть. То есть это было сделано буквально сразу, с колес, что называется, и мы начали... Кстати, я прошу прощения, но рестораны в Московской области-то еще закрыты. И в Питере. Вот, для примера, да? Так вот, на всякий случай. Небольшую черту, 80 килограмм, как по старинке, колбасу с собой брать бутербродички или пирожки. В том числе в этих гигантских торговых центрах, которые по МКАДу, но только с внешней стороны, там это закрыто. Да, уже в области, да, в Московской, все закрыто. Вот, дорогие телезрители, едем в Москву или в Петербург на отдых, как по старинке, курочку запекайте, петербродики в паре, бутербродички. Роман не согласен, едете из Москвы в Санкт-Петербург, останавливаетесь в Твери, из Токойна, а дома поел, в ресторане, вот, пожалуйста, есть, и поехал себе в Санкт-Петербург. Ну вот, в продолжении разговора, конечно, введение всех вот этих санэпидемиологических норм и дополнительные расходы предпринимателей на закупку и бактерицидных ламп и средств и всего остального, конечно, это в связи с тем, что предприятия еще не работали, это повлекло за собой дополнительные расходы и дополнительные напряженности. И потом легальный бизнес, он вообще под лупой находится всех проверяющих структур, а здесь, конечно, штрафы за нарушение всех этих режимов грозили немаленькие, и поэтому очень осторожный бизнес вот к этому всему относился, но благодаря вот и Министерству туризма регулярно проводились онлайн-конференции с представителями Роспотребнадзора, и все это, как бы, вопросов, безусловно, было безумное количество, но коммуникация существовала, и все прекрасно понимали там обе стороны и находили какую-то там золотую середину. Во всяком случае, никаких избыточных норм, требований у нас в регионе мы не наблюдаем по сравнению, как это происходит, допустим, в других регионах. Вот. И, ну, все с пониманием прекрасно относятся, все прекрасно понимают, и что это необходимость на данном этапе, но сейчас вот мы видим, что есть еще государственная поддержка в части. Обеспечение, субсидирование затрат на покупку средств всяких разных, здесь тоже, то есть сейчас вот благодаря этой ситуации наладилась вот эта вот обратная связь между бизнесом и властью, благодаря вот усилиям и общественных организаций. Не было бы счастья, да не счастья. На самом деле, очень многие вещи мы когда-то раньше провозглашали, и это, ну, так, откладывался в какой-то там ящик, да, А сейчас, когда была уже острая необходимость просто сохранять бизнес, тогда вот уже очень четкое вот это вот взаимодействие было, во всяком случае, в части Министерства туризма это всегда было в достаточном количестве. Вот другие, как бы, органы власти я так, ну, коммуницировала между всеми, и, в общем-то, держала предпринимателей в курсе всех событий, и, конечно, активную позицию омбудсмен наш принимала. Да, и вот эта вот именно обратная связь, она вот шла, общалась систематически, вот эти ошибки, недоработки, они все отрабатывались, и, в принципе, в масштабах такого государства, как наше, мы все-таки чувствовали, что нас слышат, и какие подвижки постоянно шли-шли. Конечно, сразу предусмотреть все меры поддержки, особенно, когда там за рубежом, там уже эта эпидемия, там и карантин начались там на месяц, на два раньше, они уже там отрабатывали эту систему взаимодействия, а у нас только сидели все и говорили, вот там раздают деньги, а у нас никто не раздает, и все ждали, что сейчас всех будут засыпать деньгами. Конечно, здесь ситуация другая, и в силу того, что масштаб одной нашей Тверской области сопоставим со странами Европы, поэтому здесь, конечно, мы в более тяжелой ситуации, и, в общем-то, ну, я считаю, что мы все равно справились, конечно, есть люди, которые потеряли свои предприятия. Да, вот это еще вопрос, а пока, Дарья, скажите, а вы в каком формате возобновили работу, у вас вот действуют эти ограничительные меры, там больше трех не собираться с задним столом и так далее? Ну, насколько я знаю, больше трех не собираться, такого уже у нас, да. Не так образно. Конечно, конечно, но хочу сказать, что, во-первых, общепит, у нас и так есть бактерицидные лампы на кухне, обработка антибактериальными средствами всех рабочих поверхностей, это у нас обычные правила работы, они есть. Но это касается посетителей, помните, как в том пространстве, Шулька, руки, мыл? Ничего страшного, ничего страшного, мы, кстати, тоже к этому были готовы, у нас были закуплены все средства, у нас по залам установлены санитайзеры для гостей, идет обработка поверхностей, контактных поверхностей, столов антибактериальными средствами, персонал работает в масках и в перчатках, мы соблюдаем все эти требования. Сами столы пришлось поширше-то ставить? Полтора метра. То есть, опять-таки, все-таки могли бы больше в конечном стиле, тем более, насколько я слышал, люди истосковались по тому, чтобы поесть не где-то дома, а вот еще в любимом, в том числе, заведении. Ну, на самом деле, это не так страшно, то есть, полтора метра между столами, это, в принципе, стандартная рассадка, ну, несколько столов убрали, а так, в принципе, это лучше, допустимо, нежели, допустим, в конце апреля спускались нам предварительные рекомендации Роспотребнадзора, когда будет поэтапно пускать предприятие общественного питания, и сначала запустится предприятие не более 50 квадратных метров, только двухместные столы, два метра расстояния между столами. Вот тут было тревожно, поэтому мы очень обрадовались, что в каком формате нам разрешили открыться, это посильно, это посильно, и мы эти требования выполняем. Коллектив, я так понимаю, вы сохранили здесь? В основном, да, большую часть. То есть, у кого все-таки пришлось, не минул вас эта горькая чашка, а вот пришли сократить, да? Ну, скорее, да, ушли сами, и в основном это сотрудники зала, официанты, повара, администраторы, которые самые ценные, да, самые ценные нам удалось сохранить. Опять-таки, вы же знаете положение дел у коллег, вот в целом, как большой урон нанесло вот этот кризис, именно с точки зрения сохранения коллективов отрасли. Большой. Тяжеловато, да. Большой. Это до сих пор создает такую ситуацию, что люди стали на биржу, подрабатывают где-то и не торопятся, как бы, в системную работу включаться. То есть, у нас народ очень быстро привыкает вот к таким вот вещам и начинает этим злоупотреблять зачастую. И, несмотря на то, что сейчас сезон, вот в гостиничном бизнесе, да, с персоналом, конечно, очень большие проблемы. Ирина, ты к тому, что зовут обратно эту горничную глафира, давай назад. Не, я сижу, 12.30 получаю, еще и там где-то подрабатываю, мне так удобнее. Да, мне хватает. Вообще, удивительная ситуация, на самом деле. Никто не ожидал такого поворота событий, но тем не менее... В принципе, человек, он же смекалист, где можно халяву получить. Поэтому здесь важно, как бы, не навредить. Может быть, уже пора отменить тогда эти... Ну, сложно, конечно, об этом говорить, отменить. Кому-то, у кого-то ситуация сложная, у кого-то... Например, частный сектор, я считаю, что вообще они в этом году сработали на ура, потому что в межсезонье, как правило, не было вообще никакой загрузки. А сейчас мы наблюдали, что с марта месяца люди поехали и заселились, и никто не собирается до сих пор выезжать. Как бы, некоторые гостиницы, они как загрузили людей в марте, и там они, там, соблюдая, конечно, все эти режимы, никаких там шведских столов доставки там в домик и так далее, никто не выехал. То есть это продолжалось, продолжалось, и до сих пор продолжается ситуация. Вот, поэтому ситуация, как бы, с разных концов можно смотреть. Ну, конечно, вот классифицированный гостиничный сектор, законопослужные, добропорядочные наши предприниматели, они, конечно, сидели уже на таком критическом, на пике, потому что рядом частный сектор, все загружены. Где жируют, да? Да, где все. А мы, как бы, ребята, работаем в легальном... Ну, частный сектор, мы тоже будем надеяться, что налоги платят там, как патенты там и так далее, предприниматели. Но, тем не менее, вот в такой ситуации попали мы, и это очень сложно. Очень сложно пришлось с санаторием нашим, которые работали вообще с пенсионным возрастом, в основном это самый критический, как бы, сегмент в этой нашей ситуации. Да, пенсионерам сказали дома сидеть. Да, а персонал-то там более квалифицированный. У нас, как бы, это 1200 человек персонала, и даже когда открываться там предприятиям разрешили, это получается, что всех надо даже известить, на это время нужно, надо закупить все. В общем-то, это большая, сложная работа по запуску предприятия. Вот ресторан работал на доставке, они как-то уже в каком-то режиме, и многие даже вот в ночь открылись, вот в 11 часов губернатор подписал постановление, мы тут же разместили его, и тут же в 12 часов ночи там уже летний кафе встречали уже с салютами, с фейерверками. Вот, но в гостиницах намного сложнее в плане того, что персонал, загрузка, то есть тут вопросы не такие скорые, как это происходило в общепитии, и до сих пор, в принципе, там не такая прям ситуация солнечная и радужная. А Дарья, а вам, кстати говоря, вы сейчас вернули тот персонал, количество, то есть у вас достаточно людей? Сейчас достаточно людей, сейчас достаточно. На самом деле, немножко было вдруг неожиданно, но мы были этому рады, открытию нашему летних веранд. Достаточно быстро удалось нам набрать необходимую численность. Первая неделя была немножко такая эмоциональная, были, конечно, всякие трудности, нюансы, но я считаю, что мы с ними справились. Все, сейчас могу сказать, что рестораны восстановили нормальный режим работы. А вот опять-таки по вашим данным, ну, вы опять, город небольшой все-таки, вы в курсе. Есть вообще, если есть, насколько много точек, которые в итоге вынуждены были вообще закрыться? Слышали вы что-нибудь такое? Не знаю, не слышала. Вообще, вот я только один случай знаю, когда собственник сейчас ищет, как бы, чем ему заняться. Собственник чего он был? Собственник кафе был. Кафе. Больше у меня нет информации, что кто-то не открылся. Вот, может быть, конечно, это имеет место быть, и люди просто не показывают это. Между открылся и потом удержался на плаву. Я думаю, сейчас еще месяца два-три надо посмотреть. Подводить по осени придется итоги. Кстати, про все-таки санаторно-курортное лечение. Здесь надо осознавать вот тот комплекс, вы верно подметили, это же пересечение разных сфер деятельности. Конечно, это медицинно. То есть, да, вот разрешили... Профессионалы, это не просто официантку нанял, это люди со стажем. А даже по разрешениям, разрешили гостиницу, но еще не разрешили всех кормить внутри. Кормить не обещали, что ли? Кормить внутри, но в этот момент выяснилось, что медицинские услуги мы еще не имеем права оказывать. И вот один из этих факторов может вас затормозить надолго. То есть, Кавказские минеральные воды сейчас пока еще не радуются. Ну, видите... Там еще как бы ограничений есть. Много, да. Но я еще хотел на другой аспект обратить внимание. У нас был фактически мораторий на проверке на это время. А теперь-то он с первого числа уже, в общем, прекращает свое действие. И сейчас все будут, да, органы контролирующие и проверять, и начислять, и все, что нужно делать. Никто не отменил проблему наполнения как федерального, так и регионального бюджета, да? Следовательно, налоги придется платить, и проверки на этот счет будут. И вот здесь вот я бы хотел внести такое предложение. За время вот этих событий, наиболее остро протекающих, у нас были наложены штрафы на ряд организаций, которые, ну, как бы нарушали иногда в силу необходимости, да? Я думаю, что хорошей мерой поддержки для нашего региона, для пострадавших отраслей, было бы сейчас отмена и невзымание этих штрафов, наложенных на предпринимателей в тех чрезвычайных условиях. Для бюджета потери носят только гипотетический характер, да? То есть это выпадающие доходы, которых, в общем-то, никто еще не получил. А для предпринимателей, которые сейчас за ближайшие 2-3 месяца должны как-то встать на ноги, иначе у них шансов просто не будет, тот, кто за 2-3 не встанет на ноги, дальше его волна захлестнет неплатежей окончательно, да? Для них это будет подспорье. С точки зрения оказания содействия, это было бы неплохо. Наш эфир потихоньку подходит к концу, господа, подводя итог и смотря в будущее. Ну, вот, опять-таки, Дарья, вас эта кризис чему-то научила, вы выводы какие-то сделали, и это я к чему? Все-таки нас пугает время от времени, что может коронавирус вернуться, вторая волна. Вот вы как-то, я не знаю, может быть, теперь уже готовитесь к этому как-то? Какое-то, может быть, меню разрабатываете торговлей на вынос, если вдруг сейчас опять объявят, а у вас уже все готово, если что. Какие-то выводы сделали для себя? Ну, совершенно верно. У нас сейчас идет все-таки оптимизация наших сайтов с возможностью оплаты на сайте, доставки. То есть это направление, которому будет уделяться теперь еще больше внимания. Плюс все-таки мы в надежде на то, что не будут нас закрывать так, как закрыли это весной. Ну, если, вы сами понимаете, готовиться надо к худшему. Готовиться к худшему, но, тем не менее, мы не забываем о том, что мы ресторан, что гости для нас самое главное, поэтому работа с сервисом не прекращается ни на минуту. Вот. И, наверное, вот все-таки, да, какие-то больше уходим в онлайн, в онлайн-продажи. И этим сейчас активно занимаемся. Ирина, говоря про отели, у них какой-то план мобилизационной готовности на случай очередной войны с коронавирусом теперь готов? Они что-то могут? Или они опять, кажется, без защиты, если их опять закроют? Ну, что можно сделать отелям нашей Тверской области, турбазам, пансионатам? Ну, туризм здесь, конечно, страдает очень больше, наверное, чем другие объекты. Потому что, помимо того, что гостиница открыта, туда еще турпотоки-то должны доехать на каком-то транспорте. А с транспортом тоже проблемы. Там и уменьшение количества посадочных мест, и обработка, опять же. И все это влияет в конечном итоге на себестоимость турпродукта. Но, безусловно, все равно работа продолжается. Идет разработка новых проектов. Большая работа ведется по государевой дороге сейчас. Это все-таки такое мы понимаем, что межсезонные, все сезонные турпродукты. И именно все это время, которое мы были закрыты, мы потратили именно на формирование новых проектов. Сейчас активно ведется работа по проекту развития особо охраняемых природных территорий. Ну понятно, то есть проекты, да, работа идет. Мы сейчас с Минтуризм разрабатываем. То есть, как бы, всегда не хватает времени на организационную работу. А тут оно появилось. А тут оно появилось. И, в общем-то, все предприниматели активно стали, на самом деле, между собой общаться, обмениваться опытом. Очень интересные вот эти вот коммуникации выстроились. Вот, общественные организации, вот, Федерация рестораторов-отельеров. Я считаю, что огромную роль внесло то, что мы написали коллективное обращение на имя губернатора. Оно было рассмотрено и в самые вот кратчайшие буквальные колеса. То есть, отрасль сплотилась? Вот эта вот отрасль сплотилась. И я думаю, что сейчас будет много вопросов таких. Мы сможем понять их системность и проанализировать их, сделать правильные выводы. Ну, конечно, решить не всегда все получается. Так раз и все решилось. То есть, это большая работа. Владислав, буквально коротко, у нас совсем полминуты. На ваш взгляд, государство и банки сделают выводы. В случае возвращения коронавируса будут ли все-таки они оперативнее принимать вот эти меры помощи бизнесу? Я бы сказал даже по-другому, может быть, шире. Человек у нас существо социальное. Вот этот кризис, он показал, насколько важно взаимодействие всех слоев общества по его разрешению. И каждый из элементов, каждый из прословик экономических, он имеет свою роль. И надо его в этой сложной ситуации или поддерживать, или помогать. Вот этот бой, скажем, с коронавирусом, который привел к выводам, что мы не сделали бы без него. Это надо использовать и в будущем всячески реализовывать те позитивные моменты взаимодействия всех слоев нашего государства, которые мы получили в это время. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, как выходит из карантина гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. Ну что ж, будем надеяться все-таки, что коронавирус не вернется. По крайней мере, изобретут вакцину. Но если все-таки он вернется, хотелось бы надеяться, что и все-таки более-менее бизнес будет готов. Но самое все-таки главное, что будет готово наше государство. Наши замечательные банки, которые зачастую полугосударственные, все-таки оперативнее будут помогать нашим бизнесменам, предпринимателям, которые, собственно говоря, это государство и кормят. Всего хорошего вам, крепкого здоровья. До новых встреч. Всего доброго.